Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». Вы знали, что Дон Кихот – русский герой? Об этом нам сегодня расскажет Марк Разовский. Марк Григорьевич, приветствую вас. Я вас приветствую. И поздравляю вас со свадьбой. Заинтриговали зрители. Намек понял. Теперь давайте про Зотченко. Расскажите про свадьбу. «Свадьба Зотченко» – это последний мой спектакль, последняя постановка по рассказу Зотченко, по пьесе Зотченко. Но я сделал свою сценическую редакцию, если можно так сказать. Почему? Потому что я насытил Зотченко сюжет и Зотченко историю, анекдотическую историю песенками 20-х и 30-х годов. Это не просто песенки, это шлягеры, которые, конечно, нынешнее поколение не знает, но старшее поколение, мое поколение знает очень хорошо. Да откуда вы можете знать песни 20-х и 30-х годов? Вы в 37-м только до света появились. Во времена моего детства и молодости эти песенки как раз были очень популярны. Это шлягеры убойные совершенно и по текстам, и по мелодиям. Они очень разнообразны, они полны юмора. Они замечательно мелодичны, с запоминающимися мелодиями. Ну и мне помог в этом такой замечательный музыкант Лев Сандюк. Собственно, когда я услышал в его исполнении все эти песенки, я сразу подошел к нему и сказал, Лео, а мы были раньше знакомы, он большой мастер, виртуоз, так сказать, играет на фортепиано и сам поет все эти песенки в огромном количестве. И я, значит, в ту же секунду я придумал вот этот спектакль. Я сказал, слушай, дай мне несколько, пару десятков этих песен и давай свадьбу Зощенко насытим этими песнями. Он говорит, блестящая идея, давай. И вот он сейчас сидит за роялем на премьере вместе со своим маленьким оркестриком, кларнет, гитара и фортепиано. И подыгрывает нашим артистам. Но это не просто песенки такие, вставные номера. Я попытался эти песни, так сказать, включить как бы в драматургию Зощенковского рассказа. Она вообще известна, ну, был фильм известный. Я не буду пересказывать этот сюжет вам про Володю Завитушкина, но в пьесе он имеет другое имя у нас. И вот получилось то, что получилось. Этакая трагикомедия, фарсовая, буфонная. Но я уже как режиссер, я понял, что если я в чистом виде буду пытаться воспроизвести на сцене эту историю, то это будет ошибкой. Потому что время сейчас совершенно иное, другое. И другое понимание театра, в том числе и у меня. И я подумал, а не сделать ли мне такую стилизацию театральную в стиле Мейерхольда? Ну, с некой такой Мейерхольдинкой. Потому что Зощенко – это популярнейший писатель 20-30-х годов, как мы знаем. Это классик советской литературы, выдающийся мастер юмора. И не только юмора. Зощенко был мыслитель и художник очень высокого класса. Он был, мне кажется, вот знаете, в 19 веке, да и в 20 веке. Есть отдельные писатели, я их называю языкотворцы. Точнее даже сказать языкотворцы. Это, ну, это и Пушкин, и Тютчев, и Чехов, и Достоевский. Это все языкотворцы. В 20 веке это великий Набоков, это Андрей Платонов, гениальный совершенно русский писатель. То есть это писатель, который вместе, так сказать, со своим, так сказать, мышлением и пониманием реальной жизни и реальной жизни, это писатели-мыслители, но они одновременно и создают свой собственный язык в русском языке. Ну, этому содействовал в начале 20 века Серебряный век тоже. Там были великие поэты наши. И недаром Зощенко попал вместе с Андреевной Ахматовой в постановление, так сказать, известное Ждановское постановление разгромное, вот, потому что это был художник очень крупного масштаба, понимавший, так сказать, частную жизнь человека и умевший из частного случая почти, вроде бы, ничего не значащего случая сделать произведение искусства, которое несло и какое-то обобщение, и какую-то свою поэтику, не только словесную. Ну, знаете, есть история, так сказать, развития рассказа в русской литературе. Ну, до Чехова, скажем, был Мопассан. Чехов на русской почве, так сказать, развил, так сказать, этот жанр бесконечно. Вот потом была революция, и Зощенко, вот эту чеховскую традицию, вернее, даже не чеховскую, а традицию чеханте, юмористического, анекдотического рассказа, он возвел этот жанр в жанр большого, действительно большого искусства. Стал классиком, безусловно. Поэтому, так сказать, вот этот массив, литературно-музыкальный массив, мне кажется, очень театрален, именно благодаря тому, что я попытался, тоже я ведь в силу своего, хотя и преклонного возраста, но я не видел никогда спектаклей в Селдемильче Мейерхольда. Я думаю. Но это то же самое время, это время Зощенко, время, когда творил Мейерхольд. Вот я, все, что я читал о Мейерхольде, все, что я смотрел в иллюстрациях и так далее, и так далее, все, что я знаю о нем, вот, я попытался, так сказать, переработать. Это не подражание Мейерхольду. Это просто мое представление о том, каким бы, как бы мог, наверное, поставить Мейерхольд Зощенко. Наверное. Беру на себя эту ответственность, но вместе с тем и немножко, так сказать, дистанцируюсь, потому что это ни в коем случае не копия какого-то мейерхольдовского спектакля. Это просто соединение условно-знакового театра, которым владел Мейерхольд и на котором Мейерхольд настаивал всегда в противовес натуралистичности художественного театра, в противовес эстетике Станиславского и Немировича Данченко, особенно на первом этапе развития русского театра, тоже во времена Серебряного века, ну и дальше тоже. Все-таки Мейерхольд – это такая другая поэтика, условно-знаковая поэтика. Это его открытие, и, так сказать, он дал, по выражению Вахтангова, ну, открыл пути для театров будущего, а мы-то и есть будущее. Если на то, уж на то пошло, если, так сказать, понимать буквально характеристику Евгения Багратионовича. Ну, вот я и сделал в меру сил, я, значит, попытался, так сказать, этот условно-знаковый рельеф, графичность, требует другой пластики, там, фиксация движения, застывание, там, ну, множество приемов. Они вообще известны, на самом деле, но вот я это применил в постановке «Свадьба». Ну, у вас персонажи действуют как бы в то время, это 20-е, 30-е годы? Абсолютно в то, конечно. Ну, это вы говорите русская классика, а, допустим, вот я видел вот недавно фильм про Дон Кихота. Во-первых, это был негр, во-вторых, действие происходило в Соединенных Штатах Америки и в наше время. Вот как вы относитесь к такого рода смелым, скажем так, интерпретациям? Я могу говорить только о себе. О своем Дон Кихоте? Вы хотите поговорить? Мы можем поговорить и о моем Дон Кихоте, но, правда, это еще не выпущенный спектакль. Поэтому, может быть, говорить преждевременно, потому что сейчас вот идут, после «Свадьбы», я ставлю как раз Дон Кихота, Булгаковского Дон Кихота, пьесу Михаила Булгакова «Дон Кихота». Но, понимаете, что если говорить ход, вы спрашиваете именно о нем или же о праве, что ли, режиссера перелопачивать стиль и язык первой истории? Да, вообще о том, как вы вообще смотрите на такой подход. Это мне противопоказано. Я считаю, что это бескусица. Это первое. Это слабость режиссерской профессии. Потому что, если ты не можешь поставить то, что придумал автор, и сделать это актуальным, значит, ты идешь на какие-то поверхностные приемы, которыми можно заморочить голову публики и ее немножко, простите, обмануть. Но я не шарлатан. Это вот путь шарлатанский. Обидели сейчас много модных режиссеров. Но кому запрещено быть шарлатаном в наше время? Шарлатанствуйте! Господи, боже мой! Получайте премии за свое шарлатанство. У нас это действительно... Тут вы правы. Нет, ну, может быть, понимаете, если берется серьезный художник и, так сказать, пытается, так сказать, нам возвестить какой-то новый язык благодаря старому... Ведь что такое Шекспир? Шекспир тоже брал сюжеты, для него это были столетние давности или двухсотлетние давности. Он был молодой человек, в 25 лет он написал Роману и Джульетту. Понимаете, он взял старый сюжет и, так сказать, осовременил для своего времени. Это вот сейчас мы можем осовременивать уже там Шекспира. Ну, можем, можем. Если это будет блестящее художественное, поэтичное произведение, которое будет открывать мне новые какие-то шекспировские глубины, которых я не знал, не слышал, не понимал, не чувствовал, это будет открытие. Но почему нет? В театре вообще-то, с моей точки зрения, не подумайте, что я такой ортодокс, с такими шорами, так сказать, и вообще возможно все. Вот все, кроме одного, бессмыслицы. Вот если там бессмыслицы, если там нет мотивировки внутренней, если нет художества, если нет боли, если нет сопереживания, сочувствия, это не русский театр. Это театр, ну, как вам сказать, ну, вот я так грубо говорю, что это не мой театр, не мой путь. Что касается Дон Кихота, понимаете, то Дон Кихот это вообще герой на все времена. Ну, да, мы играем, это Испания, но Испания средних веков. Это сервантовское время, конечно же. Но нас это, конечно, менее всего сейчас интересует. Но ведь Дон Кихот на все времена. Ну, это так. На все времена. Здесь не надо его актуализировать. Он актуален, безусловно. Вот свое понимание сегодняшнее, понимание Дон Кихота, ну, не то, что я хочу навязать зрителю, я хочу продемонстрировать его. А вы уж, это уже ваша зона восприятия. Как вы согласитесь, не согласитесь. Может быть, вы почувствуете... Потому что Дон Кихот ведь тоже у каждого свой. Тысячи интерпретаций до меня было. Я должен что, обязательно пренебречь ими? Нет, я должен это все изучить. Я должен понять. Я должен понять некое соотношение великой русской культуры с сервантов. Конечно, я должен знать, что Тургенев писал, так сказать, о Дон Кихоте, если мы говорим на русском языке. Ну, я обязан это знать. А если я пренебрегаю, то я дурак. Зачем же? Есть великие люди, которые до меня открыли такие вещи. Ну, может быть, я буду, не зная каких-то вещей, может быть, я впаду в какие-то заблуждения. Ну, тогда поправьте меня. Но я хочу выступить обоснованно. Для меня, вы спросите, спросите меня, пожалуйста, а как вы понимаете, Дон Кихот? Этот вопрос, наверное, вы мне должны задать следующий. Хочу задать острый публицистический вопрос вам, Марк Георгиевич. Как вы понимаете Дон Кихот? Вот. Спасибо, что вы мне помогли, так сказать. Вот как я понимаю, боже, сейчас я вдруг не все скажу. Вы знаете, для меня Дон Кихот – это такое скрытое подобие Иисуса Христа. Вот ни больше, ни меньше. Разве там есть жертва? Разве он жертвует собой во имя рода людского? – Замечательный. Вот я только про это и хотел сразу вам сейчас сказать. – Извините, что я вас… – Конечно же. Ведь Дон Кихот интересен не тем, что он был костляв, тощ, хотя это важно. – Важно? – Очень важно. – Так. – Он был худосочен. – Так. – Ну, эта худосочность подчеркивала мощь его духа, потому что более мощного внутреннего мира трудно представить. Это такой же огромный внутренний мир, как у Иисуса Христа. Вот как я его чувствую. Это не буквальное подобие Христа, конечно же. Потом у Христа были ученики, и Христос был праведником. А Санчо Панса – это часть Дон Кихота. Это единство противоположностей. Понимаете, это сервантос гениально, казалось бы, внешне примитивно это выглядит. Толстый и, так сказать, земной Санчо Панса. В переводе «панса» с испанского, знаете? – Нет. – Брюхо. – Да, если не стало. – По-испански это брюхо, живот. Ну, пузо. А поэтому костлявость Дон Кихота важна. Но это все внешние, как сказать, знаковые, формальные элементы. Главное, конечно, в Дон Кихоте – это его противостояние всем злодеяниям мира. Вы говорите о самопожертвовании. Да, каждую минуту он жертвует собой. Да, он живет в видениях и сновидениях. Эти видения и сновидения чередуются. Но он же идет на подвиги не заради себя, он заради высшей справедливости. А что такое злодеяние? Две составляющие в русском языке – это очень точная, так сказать, этимология этого слова. Это деяние зла. Противостоять деянию зла – это быть в Дон Кихотстве. В Дон Кихоте важен не Дон Кихот. Дон Кихот умирает, и его бьют, и его лупят, и его калечат, и он встает из праха. Он бессмертен, как Иисус. Он неубиваем. Иисус неубиваем, потому что он живет внутри рода человеческого. Ну, по крайней мере, огромной части человечества. Все христиане, и католики, и православцы. Поэтому Дон Кихот – это, я бы даже сказал, это наиболее русский герой. Потому что все лучшие представления о геройстве в России, о богатырстве героя, богатырстве, они совпадают с пониманием Дон Кихотства. Если ты не Дон Кихот в своей реальной жизни, то ты недостаточно православный человек. Я считаю, что Дон Кихот, хотя это, конечно, произведение мировой литературы, но это очень русский герой, российский герой. Простите, я сейчас не в национальном плане говорю. Нет, я понимаю, что вы имеете в виду. О том, какого героя мы любим и какого героя русская культура всегда воспевала. Вот чей внутренний мир ближе всего нам, говорящим на русском языке. Только Дон Кихот на первом месте, на первейшем месте. Он герой нашего времени. Печорин – это изобретение, Онегин – это изобретение, Раскольников – это изобретение каждого из писателей. А Дон Кихот, он как бы особняком стоит и превыше всех. Я знаю, что вы по просьбе наших продюсеров принесли некий, как это называется, предмет. Это письмо? Да вот я получил, дайте я, я уж так, я думаю, какой предмет я могу принести вам, что за предмет. И вдруг смотрю на столе у меня, на днях я получил письмо, но поверьте, что оно меня, этот предмет меня самого поразил, поэтому я решил поделиться. Ну, не потому что я хочу похвастаться, но просто вот удивительные какие-то возникают истории на пустом месте. И это как манна небесная. Я получил письмо, от кого бы вы думали, вовек не догадаетесь. Вот здесь Монсеньору Марку Розовскому, Театру Никитских ворот, все написано правильно. Значит, и подпись – Катрин Денев. Вот сейчас это, все сейчас, на той неделе. Что пишет? Катрин Денев обращается ко мне, как к руководителю Московского театра, с просьбой, чтобы я отпустил сниматься в Париж одного своего артиста. Молодой артист, кстати, замечательный артист. Максим Якимов. Так. Вот. Вот Максима Якимова пригласили в российско-французский проект, кинопроект, и просят, чтобы я отпустил его на 60 дней в Париж на съемки. И вот, пожалуйста, я сам ахнул, понимаете. Я должен, значит, поломать свой репертуар скоро на два месяца. Будете вводить кого-то, да? Ну, где-то будем вводить, где-то подождем Максима. Ну, пусть он снимается, если это сама Катрин Денев заинтересована в том, чтобы наш молодой, никому, можно сказать, неизвестный, кроме... Ну, мы его очень любим и знаем, что он хороший артист. Вот. Ну, может быть, это будет его судьба, так сказать, большая судьба. Не знаю, никто не может сказать заранее. Но если просит всемирно известный Катрин Денев, я, Катрин Денев, не могу отказать. Добро пожаловать в клуб, как говорится. Вы, думаю, не единственный мужчина, который не может... Да, я никак не могу Катрин Денев найти отказать. Вот все штучки поодиночке очень, я смотрю, такие штучки-то весомые. То есть это прямо сколько здесь... О, под 700 страниц. Я так понимаю, что это сборник предыдущих штучек, да? Что это за издание? Это только 23 года. Да, вышло там 3-4 книжки разных штучек, их раньше выходили, а теперь мы свели, да. Ну, я им... Они попросили, говорят, давай, издавай все вместе. Это последняя моя книжка. Вообще-то у меня, я похвастаюсь, 25 книг всего-то, но разных. И о театре, и не только о театре, там, и вымор, и прочие издания. Но здесь просто какие-то зарисовки, мысли, афоризмы. Это такие отрывки и запрывков, всякая ерунда, записные книжки, афоризмы, хлестки и выражения. Что-то там я записал. Одни удачные, другие менее удачные, может быть, даже и неудачные. Они попросили все, все в таком беспорядке, почти без отбора. Ну, там были какие-то вещи, которые надо было убрать. Это я убрал. А убрали какие-то вещи как раз в рамках самоцензуры, о которой вы говорили? Да, наверное, можно так сказать. Ну, понимаете, надо следить. Иногда жизнь, как вам сказать, вокруг нас очень много пошлой жизни. И очень много каких-то мелких гадостей. И если ты их фиксируешь, то значит, ты вроде бы культивируешь это. А это не должно быть. Это должно быть или полезным для тебя, для каких-то других будущих работ. Ну, просто это какая-то твоя мускулатура режиссерская и литераторская, писательская. Воспитывает режиссерскую мышцу, игра ума, понимаете. Ну, значит, ты это собираешь невольно. Ну, а потом, конечно, должен быть какой-то отбор. Но дело здесь не в цензуре, а дело... Иногда вот эта пошлая жизнь, она рождает... Ну, кажется, что это какая-то бескусица ты зафиксировал. Ну, вот здесь надо следить. Надо думать о восприятии других людей. Тебе, может быть, это даже и полезно. Я не лицемер. Но вообще-то это опять твое чувство свободы. Но, понимаете, если ты связан с юмором, то любая соленость, балаганность – это тоже высокая культура. Фольклор наш, он очень полон такими, как говорится, интересными иногда образами. Мы мыслим так в чистом виде вот сегодняшним днём. А всё наше прошлое, оно было связано с той самой забытой прошлой жизнью. Потому что Зощенко, ну, тот же Зощенко, там, не знаю, человек пошёл в баню, потерял номерок. И это для него сюжет для небольшого рассказа. Ну, что это такое? Это же какая-то такая мелочь, ну, такое мелкотемье, казалось бы. Здесь же мы говорим не что, а как. Не что, а как. Нет, и что тоже. И что. Ну, у Чехова же тоже частный случай. Понимаете, и вдруг из частного случая вырастает размышление о человеческой природе, о человеческой жизни, о судьбе, почве и судьба. Понимаете, поэтому русская литература именно сильна вот этими подробностями, понимаете, которые... Чехова там читаешь, там, какую-то фразу, о которой спотыкаешься, приходишь в восторг. Я вот сейчас перечитал «Анну на шее», потому что хочу тоже делать такой триптих по прыгунью, «Анну на шее» и «Душечку». Чехова вообще считают женоненавистником, потому что у него там есть такой персонаж Иван Иванович, и у него есть такой филитон из записок Ивана Ивановича. И там он выступает как женоненавистник, рассказывает о том, что он думает о женщинах. Но это так точно, это так смешно по-чеховски, так иронично, так весело, и так мудро, и так лукаво. Понимаете, сам Чехов, как мы знаем, имел особое отношение с женским полом. Вот, не будем сейчас вдаваться в подробности на эту тему. Но это все интересно изучать, знать, но вдруг у одного из героев Чехов пишет, вот я буквально вчера подпрыгнул, потому что мне очень понравилась фраза чеховская. Читал вчера, перечитал «Анну на шее», что подбородок Модеста Алексеевича был похож на пятку. Ну, вот такой Антон Павлович, ну, такой чудный, понимаете. Ну, прямо вот вы засмеялись, и я точно так же засмеялся. Понимаете, это такая деталь, точность. И вот таких... А до этого читал, представьте, на церковно-славянском языке читал Симеона Полоцкого. Давно вы читали Симеона Полоцкого? Я на церковно-славянском не читал ничего. Вот. А вы не сможете его прочитать, потому что на церковно-славянском языке мы уже его потеряли, понимаете. Но ведь сразу после Симеона Полоцкого прошло там лет сто, и уже возник фанвизин. Вот злонравие, достойные плоды. Понимаете, и уже образ Митрофанушки, и уже такое художественное осмысление общества. А потом был Карамзин, я ставил бедную Лизу, который съездил во Францию, в Англию, там посмотрел на французскую революцию, как там головы рубят. А в Англии посмотрел Гамлета, понимаете. И приехал домой, а тут Салтычиха, и тут такие... Вот злонравие, достойные плоды, так вот эти плоды. И он тогда становится учителем царских детей, потому что он за просвещение, видите ли, и он пишет историю государства российского, для того, чтобы люди, говорящие на русском языке, поняли, что у них есть история, не хуже, чем во Франции и в Англии. Он дает нам это многотомие, понимаете, чтобы мы осмысляли сами себя. Потому что нации нет, если нет истории, и какой язык возникает вместе с Карамзиным. А сразу за Карамзиным следует Пушкин, который считает Карамзина своим учителем. Смотрите, какая линия, ну потрясающе, потрясающее развитие, так сказать, языка. Да, только-только мы ничего не понимали у Семёна Полоцкого, а вот мы Пушкин, если бы Пушкин сейчас зашёл бы в нашу студию и поговорил бы с нами, мы бы всё поняли, хотя у него есть старинный слог, и тоже есть свои изыски, или изыски, не знаю, как правильно сказать. Это уже... Так вот, мы бы его поняли, а Семёна Полоцкого мы бы половину не поняли, понимаете. Значит, какое развитие получает культура вместе с языком, она развивается и сегодня. У Набокова, конечно, потрясающий язык, то есть он плетёт слог, что это вот, ну просто там иногда перечитываешь... У Андрея Платонова совсем другой слог, и он тоже плетёт слог. Это совершенно... Вот как вы относитесь, допустим, к экранизациям Платонова и Набокова, когда уходит, собственно, вот эта составляющая словосложения? Ну, остаются диалоги, естественно, но то, что вот описывает писатель, как вы считаете, это не профанация труда писательского? Нет, тут нет общего закона. У кого-то профанация, а у кого-то замечание. Вообще, как вам сказать, литература – это канон, литература, она стоит на полке, а в театре, в кино – это всегда версия, это вариативное искусство, это другой вид искусства. Поэтому всегда мы не можем говорить об абсолютной идентичности, но воспроизвести образную формулу, свою дать формулу, понимание, трактовку – это право художника, безупречное. Но в этом праве надо иметь тоже свои границы. Если я перехожу эти границы, и ведь есть дополнения, я бы сказал так, созидательного характера, которые идут в контексте первоисточника, они не рушат первоисточник в никаком случае. Они просто дополняют, уточняют, иногда комментируют первоисточник. И это обогащает вес самого первоисточника в другом виде искусства, с помощью талантливейших артистов, в блистательной чьей-то режиссуре. Почему? Это нормально? Это нормально. Проза есть проза, а кино есть кино. Театр – это есть театр. Ну вот тут вопрос вкуса, вопрос ответственности, вопрос собственного мышления. Что ты хочешь сказать с помощью Пушкина, Толстого, Чехова, Гоголя? Если хочешь сказать что-то абсолютно свое, не имеющее ничего общего с Пушкиным, Гоголем, Толстым, Чеховым и прочими, тогда ты дурак. Ну что ты лезешь не на свое поле? Но если ты хочешь ими, с ними вместе дать сокровища, их духовной мощи присвоить, освоить, зажечься этим сокровищем, присвоить мне не потому, что я якаю и самоутверждаюсь. Но я самоутверждаюсь – это само собой. Но не это должно быть главным. Главным я хочу донести то, что мой кумир, мой бог, мой первоисточник создал для нас. Я хочу донести и заразить. Вы знаете, после моих каких-то спектаклей, я не люблю слово «инсценировка», ненавижу. Понимаете, инсценировка. Я пишу пьесу по такому-то произведению. Я пытаюсь... Бедная Лиза у меня идет 40 лет, по-моему, в репертуаре. Ну, вдумайтесь, но там каждое слово «карамзина» на вес золота, которое я обожаю, оно все звучит со сцены. Вся звукоречь, вся музыка – это фантастической красоты. Карамзинский слог, которым сегодня никто не говорит, но это же волшебно, это чара. Это театральная чара. И когда упоенно артист произносит эти слова, да еще музыка помогает этому. Простите. Ну, тогда завороженный зритель получает наслаждение. Чего же желать, что я должен осовременивать? Наоборот. Все наоборот. Ценность здесь. Ее надо только... Ну, как сказать... Алмаз, понимаете, это еще не бриллиант. Надо огранку нажать. Да, его же надо очистить, его надо гранить, над ним работать, обработать, а потом он засверкает. Если есть противоречия, ну, бывает. Бывают противоречия. Бывает. Бывают искажения. Это всегда больно. Физиологически больно. Мне. Когда искажения. Когда дополнения не в логике, не в стиле, и не соответствуют духовной мощи первоисточника. Я лично страдаю. Вопрос. За вот 40 лет существования вашего театра, как изменился зритель? Вы видите какие-то тенденции? Или это тот же зритель, который был в конце 80-х? Совсем не тот. Каков нынешний зритель и чем он отличается от того? Тут я... Попробую честно ответить. Хотелось бы. Да, мне тоже хотелось бы. Понимаете, я очень... Я сказал, что я очень люблю зрителя. Но какого зрителя? Конечно, вот фундаментальных каких-то видоизменений не произошло. То есть, если ты сделал произведение искусства, оно работает. Оно работает и сегодня. Только, как вам сказать, сегодня ведь страшная тенденция, о которой многие говорят. Говорят о деградации культуры, об опустошении души. Вот, когда я ставил Зощенко, простите, моя мысль тоже скачет. Вот, трио я имел внутри себя. Про что Зощенко? Ставит просто анекдот, как жених, познакомившийся с девушкой в трамвае, значит, пришел на свадьбу собственную и не может найти невесту. И, значит, бродит по комнатам вместе с приятелем, напивается вдрызг. И, значит, и вот что там произошло, понимаете? Вот весь Зощенковский сюжет, иронический. Но он же имеет в виду, вот как я для себя, трио. О, 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 опустошение, оболванивание и озверение. Вот этот мир Зощенковский, вот смотрите, как все весело, как мы весело живем на свадьбе, как мы все перепелись, как мы все тут передрались, надрались, передрались. Понимаете, это все очень узнаваемо, между прочим. Но при этом мы же наблюдаем чудовищное падение. Вот то самое Карамзин говорил о повреждении нравов. Вот злонравие достойные плоды у Карамзина. Он говорил о повреждении нравов, когда вот он вернулся домой. Потому что он век, он хотел, чтобы в России настал век просвещения. Ну вот он и настал вместе с Пушкиным. И Пушкин посвящает Карамзину как учителю Бориса Годунова. Это главное размышление о взаимоотношениях народа и власти. Самозванство, тема самозванства. Тема выбора России, пути европейского или азиатского. Все что угодно, все там есть. Все, над чем мы сегодня размышляем и не только размышляем. Понимаете, о чем я говорю? Я надеюсь. Так вот, в русской культуре есть вот эта боль и протест против этого опустошения. Поэтому, когда культура финансируется по остаточному принципу или вообще не финансируется, или финансируется выборочно, вот это я финансирую, а это не финансирую, потому что считаю это не культурой. Понимаете, вот тут возникает проблема нашего будущего. С чем придут в будущее наши дети, которые перестали читать книги? Перестали вообще читать. То есть они читают. Они многое знают благодаря этой машинке, понимаете, железке. Потому что вмиг любая информация к ним приходит. Вот, вмиг мы эту информацию, мы до нее добирались, достигали ее за школьной партой. Благодаря нашим потрясающим учителям. Ну, потрясающие у меня были учителя в моей московской школе. Понимаете? На всю жизнь я их помню и никогда не забуду. И так многие же так. Многие. Не я один. Далеко не я один. Вот эта вот линия, понимаете, линия культуры, она какая-то становится пунктирная, с перерывами, понимаете, с какими-то просветами. И это жуткая опасность. Русский язык тоже портится. Устная речь, ладно. А выросло целое поколение, которые сочинения не пишут и в результате объяснительную записку не умеют написать о своем прогуле. Прямо пожалел я, что задал этот вопрос про то, как изменился зритель. Потому что то, что вы говорите, это... А, зритель изменился, потому что он сейчас живет другими требованиями. Конечно, коммерциализация сработала. Люди устали от множества проблем, которых у них раньше не было или они были совсем другие. И они ходят в театр развлекаться. Они требуют развлечения. Они хотят развлекухи любой ценой. Они хотят отдыхать, отдыхать, отдыхать. Но театр – это не кафе. Театр и даже не музей. И даже не музей. Театр – это кафедра, по словам Николая Васильевича Гоголя, с которой можно много сказать добра. Но можно ведь и зло какое-то произнести с театральной сцены, так сказать, не произнести, а послать. И тогда порча возникает. Ну, конечно, конечно, я, так сказать, иллюзий особо не питаю, понимаете, вернее, надежд не питаю, а остаются иллюзии, что вот благодаря моему спектаклю человека мы переделаем. Не переделаем. Вряд ли переделаем. Но кого-то, может быть, мы заставим подумать о своем собственном пути. Кто-то, может быть, к себе отнесется более критично. Кто-то, может быть, что-то запомнит. А многие, вот тут уже даже не кто-то, а многие, придя домой, схватят того же Достоевского или того же Зощенко, пусть перечитают. И даже не только юмористические рассказы. Боже, у него возвращенная молодость, у него потрясающий очерк о Керенском. Это все никто не знает. Но если это, это не чтиво, это русская культура. Вы идеалист. Да, да. Я за это держусь. Вы знаете, тот, кто не идеалист, тот циник. Вы восхитительный идеалист. Маргар Григорьевич, у нас по так называемому формату, слово вам, конечно, знакомое, А в конце передачи гость обращается к нашему золотому рыбу и просит у него чего-нибудь. Чего попросит Марк Розовский, у нашего рыбы. Я хочу пожелать себе, да, я могу? Конечно. Чтобы в театре у Никитского рода было побольше зрителей. Я думаю, что это в силах нашей золотой рыбки, но о результатах вы нам расскажете. Спасибо вам. Спасибо.